коллеги добрый день меня зовут мария нинашева мы с вами сегодня будем проводить наше мероприятие наш вебинар сегодняшний давайте сначала представлюсь меня зовут мария нинашева я являюсь руководителем проекта по внедрению 1с мои области это документы оборот электронные документа оборот управленческий учет работал на проектах по внедрению ерпи документа оборота управления торговли конечно же в большом количестве управлению холдингом то есть та тема которая мы сегодня будем обсуждать проекты документа оборот 21 она очень интересная и применимая к моему опыту в том числе то есть вот вот именно на практике я это все проходила знаю все все нюансы все проблемы руководителей проектов как они это все ведут как документацию ведут поэтому я думаю что сегодняшний вебинар у нас будет такой живой и достаточно практический по тому как у нас сегодняшний вебинар будет проходить по орг моментам мы сегодня сначала пойдем по программе которая предусмотрена по теме в чате к вы по ходу дела вопросы обязательно задавайте чат у вас находится внизу на панели задавайте вопрос чат если даже что-то не по теме вспомнили ну смысле не 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 по тому моменту который именно сейчас я говорю обязательно вопросы пишите вопросы я постараюсь рассматривать сразу по ходу дела ну и если не поместится в программу нашего вебинара ваш вопрос то постараемся рассмотреть в конце все вопросы но в крайнем уж если какой-то объемный применительно прямо к вашим процессам вопрос не переживайте мы его рассмотрим даже скажу больше у нас предусмотрено что для всех участников вебинара мы готовы провести встречу со специалистами подобрать специалистов по вашим конкретным вопросам подготовить практику и рассмотреть прям на примере там ваших процессов ваших болей дать какие-то рекомендации по решению для этого и наши контакты они у нас указаны на каждом слайде то есть вы можете писать звонить и после вебинара с вами свяжется наши сотрудники будут опрашивать по обратной связи по проведению вебинара вы как раз таки можете задать вопросы уточнить какие-то моменты и договориться о встрече сказать что вы готовы хотите с нами встретиться поговорить по вашим вот прям конкретно точечным вопросам у каждого участника вебинара бесплатно есть такая возможность вебинар у нас по плану 45 минут в него в эти 45 минут входят и основной материал и вопросы ну в крайнем там можем чуть-чуть задержаться стараемся не задерживать чтобы голову вашу не перегружать я являюсь и спикером и модератором то есть запускаю вебинар вас я если вдруг интернет отвалился что-то случилось не переживайте я вас запущу крайне подождите немножко могу увлечься своим монологом и сразу вас не увидеть что вы пытаетесь зайти но обязательно запущу всех периодически контролирую проверяю кто у нас еще должен зайти вебинар запись вебинара будет так что если вам вдруг что-то случится вы покинете вебинар не переживайте записи вы его посмотрите презентацию мы тоже предоставляем вопросики как я сказала отвечаем так но сейчас я думаю что основной объем уже наших гостей присоединился и мы к теме вебинара можем приступить так презентацию мою сейчас видно на экране должно быть написано проекты в документ обороны 2.1 супер видно отлично это план нашего сегодняшнего вебинара сначала мы поговорим про интерфейс общей возможности системы кратенько потому что не все у нас смотрели наши предыдущие вебинары мы делаем не серию мы делаем просто какие-то наболевшие пока темы на которые у нас поступают запросы но и конечно потом будем в планах у нас именно серия вебинаров либо запустить обучение обучающий курс по документу оборот пока вот готовим к этому моменту информацию скажите пожалуйста кто работает с проектами может быть руководитель проекта project менеджер менеджер проектов кто вот в этой теме не обязательно эти тема может быть строительные проекты какие-то еще проект на вот я вижу сергей пишет проектная деятельность отрасль IT а напишите а какие применяете инструменты в управлении проектом их же большое множество особенно сейчас кто какие применяют коллеги наши подключаются еще я немножко расскажу наверное как мы работаем обычно мы приходим к нашему заказчику и заказчик сам говорит в каком ну примерно если уже ориентируется говорит где бы он хотел вести проект где ему удобно уже исходя из уровня грамотности пользователей заказчика в инструментах программах мы и из требований мы исходим где мы будем вести проект то есть задачи какие у нас основные это где-то вести задачи это где-то собирать все документы где-то коммуницировать контролировать задачи то есть есть по вещей которые необходимо организовать в управлении проектом в учете проектом и выбираются средства вот основная проблема обычно что есть куча всяких разрозненных программ куча всяких разрозненных ссылок мест где мы храним вот эти документы все где мы пишем задачи где мы коммуницируем потом очень много времени тратится на то что мы там вспоминаем а кто же у нас где поставил задачу тоже уточнял требования и скидывал какой-то документ в каком канале связи даже подкрепили данный документ выливается это все в то что в какой-то определенный момент спрашивают а почему же мы сделали так плохо и кто об этом попросил скажите кто сталкивался вот с такой ситуацией своей проектной деятельности кто-то сталкивался это вот основная да наболевшая такая проблема кто виноват и что делать вот далеко не все даже пользователи документы оборот кто уже использует знает что функционал по ведению проектов по работе с проектами есть документы оборот 21 причем очень удобный функциональный и я сама с этим столкнулась полтора года назад когда мы сотрудничали с одной из компаний наших дружественных и вели общий проект вот мы я увидела практику прям документ обороте это основное средство ведения проектов у них там же и заказчик там же и исполнители вся рабочая группа это оказалось настолько удобным что я прям сама удивилась насколько можно этот функционал было раньше пропускать и не замечать а кто уже использует сам документ оборот 21 может быть уже даже тройку внедряете или используете а кто-то идет функционал проекта в 21 митрям 3 супер кирилл даже может быть где-то поделитесь своими лайфхаками потом если ведете прошу так мы начнем с видение что же у нас представляет из себя документ оборот 8 редакция 21 не буду сильно подробно останавливаться расскажу кратко что используется у нас интерфейс такси он очень удобный в пользовательском режиме настраивается так секундочку я покажу вам сам программный продукт документ оборот перейду в пользователь в нужную нам учетку секунду мы сейчас зайдем с вами сначала в документ оборот под пользователем директором для того чтобы посмотреть я просто вижу по чату что у нас есть люди кто не используя документ оборот не хотел сначала особо показывать интерфейс но прямо кратенько расскажу не могу без это сейчас мы с вами вошли в документ оборот 21 под руководителем директором федорова мопа так выглядит рабочий стол сотрудника не технического специалиста то есть выводится на экран виджеты виджеты это инструмент быстрого доступа к функциям с которыми работает пользователь здесь стандартный набор функции то есть задачи почта календарь то есть чем работает пользователь если с чем-то не работает эти виджеты можно убрать если нужно добавить ну допустим некоторые функции почта календарь если в принципе не работаете с этим в программе то есть функции вообще можно отключить но тогда их вывести и на рабочий стол и увидеть в меню будет нельзя то есть настройка программа осуществляется гибкая таким образом у нас выглядит рабочий стол сотрудника меню у нас функциональности находится по вот этой кнопки у нас есть раздел главные документы и файлы где работают пользователи с документами совместная работа это тот блок о котором мы сегодня как раз подробнее будем говорить это все те функции которые связаны с взаимодействием с другими людьми с другими сотрудниками учет рабочего времени все что касается рабочего времени нормативно справочная информация обычно с этим блоком работают сотрудник который отвечает за инси в организации мы рекомендуем выделять какого-то конкретного сотрудника ответственного за этот блок управление процессами это все что касается настроек самих процессов шаблонов процессов здесь вот работает обычно тоже выделенный какой-то сотрудник который занимается настройкой процессов и за это отвечает по процессам у нас был отдельный вебинар кому эта тема интересна как раз таки можете обратиться либо когда у вас будут брать обратную связь могут дать ссылочку на наш вебинар он такой достаточно популярный ну и настройки пользовательские настраиваются в блоке настройка вот интерфейс я уже говорил настраиваемый то есть все панели можно поменять местами так как вам нужно вывести те блоки которые нужны для пользователя по настройкам первоначально у нас тоже был отдельный вебинар прям совсем недавно если интересно пользовательские настройки тоже в наших специалистов спрашивайте скину ссылочку на вебинар сейчас на этом подробно так останавливаться не будем вот это то что касается у нас внешнего вида интерфейса как у нас выглядят документооборот ну и документооборот у нас захватывает задачи ведения движения самих документов то есть и создание документов и хранение документов ведения документов согласования то есть всех процессов все что касается по маршрутом движения в организации документов это автоматизируется документ оборотом 8 далее что касается именно проектного менеджмента реализации вот именно автоматизации процессов по проектному менеджменту управлению проектом документооборот согласно госту и r54 869 2011 года проект это комплекс взаимосвязанных мероприятий направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях в условиях временных и ресурсных ограничений то есть что это значит это значит что проект это не только айти как мы привыкли понимать что вот проект это вот айти мы создали какую-то программу внедрили ее а проект это именно когда у нас есть какой-то продукт который мы должны создать есть ограниченность во времени есть ограниченность в других ресурсах и вот эти все мероприятия которые от инициации до выполнения завершения проекта по созданию этого продукта это называется у нас как раз проект и всю деятельность по этим этапам которые у нас внутри этого процесса то есть инициирование проекта планирование утверждение плана проекта старт проектных работ выполнения проекта и завершения проекта это все и является жизненным циклом проекта и все эти этапы они автоматизированы в документооборот 8 в чем плюс в том что все это ведется и все задачи решаются в рамках одного инструмента и просматриваются все взаимосвязи с остальным вашим документопотоком то есть вам не нужно иметь 550 ссылок куда вы заходите где вы общаетесь где-то организовывать для себя какую-то структуру контроля коммуникации с кем вы где о чем договорились и доведение информации до всех заинтересованных лиц все в одном месте но с моей точки зрения вот это самый самый большой плюс какие возможности у нас есть сначала мы их перечислим и потом уже в программе мы их посмотрим как они реализованы введение аналитического учета данных в разрезе проекта то есть все документы входящие исходящие внутренние файлы процессы мероприятия задачи которые мы устанавливаем они у нас рассматриваются идет учет их с разделением на проекты в рамках проекта мы понимаем что к чему к какому проекту относится организация операционной деятельности по исполнению плана проекта введение иерархической структуры проекта мы видим в разрезе иерархии наши этапы наши задачи мы можем учитывать трудозатраты в разрезе проектов это одна из самых сложных тоже тем мы наверное где нибудь еще прям отдельно по трудозатратам когда-нибудь вебинар сделаем проектом формирование отчетности по проектам можем загружать если у нас изначально составлялся план проекта этапы проекта намечались microsoft project мы можем этот материал забрузить и использовать в документооборот в качестве основы работа с планом проектом и диаграммы ганта диаграмма ганта супер инструмент без которого я лично жить вообще не могу и в документооборот он достаточно информативный удобный не хуже чем в других инструментах так тогда переходим мы с вами в нашу систему для того чтобы рассмотреть уже на практике как выглядит функционал ведение проекта в документооборот сейчас я зайду под администратором секундочку пока приостановила демонстрацию чтобы запустить 1с под администратором у нас с вами были полные права чтобы мы все видели что нам требуется в том числе и каким образом происходит настройки пока я тут подключаю скажите может быть есть какие-то вопросы в чате к напишите обратную связь и вообще напишите хотя бы плюс что вы меня слышите что я в этой комнате не 1 все отлично вижу я не 1 онлайн это конечно хорошо вот иногда хочется больше обратной связи так сейчас переподключаюсь документооборот так сейчас у вас должна быть страница поддержка и обслуживание документооборот 2.1 видно я вас периодически заставляю на кнопочки нажимать чтобы вы тоже не засыпали таким образом сейчас у нас перед глазами открыт тот же документооборот только уже под администратором то есть это стартовая страница администратора меню разделов у нас все тоже самое в том же месте открывается и нас сейчас интересует как же у нас в принципе включается функционал ведения проекта то есть своей программе вы можете уже в рабочей действующей можете не найти функционала ведения проектов с чем это может быть связано это может быть связано с тем что этот функционал просто выключить чтобы его включить нужно зайти в настройки администрирования настройки программы проекты и трудозатраты и включить учет по проектам как только вы включаете учет по проектам у вас устанавливается две галочки автоматически учет плановых затрат трудозатрат в процессах учет фактических трудозатрат также мы устанавливаем галочки виды проектов и контрольные точки контрольные точки это у нас уровни контроля это такое по по тестовом режиме в экспериментальном сейчас работает функционал мы его затронем сохраняем настройки но они нас в общем сохраненные и были включенные теперь мы можем видеть функции которые функционал программы которые связаны с введением проектов программе и можем уже с ним экспериментировать начинать работать проекты это у нас деятельность которая связана с взаимодействием с другими сотрудниками с другими пользователями системы и находятся в разделе совместная работа ну тут не сложно запомнить вы работаете совместно с кем-то совместная работа все проекты у нас расположены по ссылке проекты и мы сейчас загрузим как они у нас выглядят вот сейчас мы как раз таки наглядно видим что проект у нас бывает не только эти у нас бывает эти строительные хозяйственные проекты вот мы с вами будем смотреть на примере строительного проекта что у нас означают вот эти папочки для чего они нужны разделение по папкам с помощью папок вы можете разграничить доступ к проекту то есть если у вас на уровне папки ограничен доступ у пользователя то он даже не увидит что такая папка в принципе существует бывает необходимость очень часто разграничивать когда в проекте есть информация которая не должна быть доступна группам пользователей подразделением каким-то определенным то есть вот тут вы видимость даже разграничиваете и какие-то проекты у вас определенные группы пользователей не видят далее вот в строительных проектах у нас идет сейчас в каждой из папок у нас есть ряд проектов заведен мы сейчас посмотрим на примере строительство торгового здания то есть сразу мы можем видеть что у нас проекты мы можем фильтровать по руководителю по состоянию по заказчику организацию вид по виду проекта то есть здесь удобные фильтры у нас проектов в демобайсе не так много заведено поэтому мы особо не будем фильтрами сейчас пользоваться мы просто откроем карточку проекта проект у нас называется строительство торгового здания мы сразу видим закладку обзор при создании нового проекта вы вкладочку обзор сразу не увидите пока и вы его не запишите то есть вкладка обзор появляется когда у нас произошла уже запись карточки проекта и сюда выводится главная информация по проекту которая вот такая обзорная нам необходима то есть здесь у нас указан руководитель и его контакты начало окончания проекта состояние проекта состав проектной команды заказчик телефон папка гриф общий папка это мы проговорили что на уровне папки можно ограничить доступ к проектам информации по проектам гриф он также ограничивает то есть при при настройке прав можно настроить грифы различные общие секретные там все что у вас есть это нужно анализировать изначально вашу деятельность каким образом каких сотрудников ограничивать в какой информации и от этого уже исходить и вид проект у нас указан общий еще раз это этот пункт у нас эта записали карточку проекта далее внизу у нас есть дополнительные кнопки так участники у нас все подключаются для вновь прибывших для тех кто отключался подключался говорю что у нас будет записи вебинара то что если вы что-то не увидели можете сможете посмотреть эту записи это словно внизу у нас располагаются кнопочки дополнительные секунду коллеги так экран видно мой что-то меня выбил так вопросы если что в чате я ваши вижу я на них стараюсь ответить далее так далее что у нас еще расположено дальше то есть по вкладкам идем вкладка реквизиты это то где у нас заполняются реквизиты карточки проекта то у нас заказчик указывается гриф указывает состояние вид организация которая у нас осуществляет данный проект и подразделение где у нас ведется данный проект тут же у нас сроки окончания и начало проекта указывается собственно те же самые реквизиты и у нас далее попадает уже в вкладку обзор проектная команда что такое проектная команда кто эти люди проектная команда это те пользователи те сотрудники которые участвуют в реализации проекта то есть именно они именно вот этот список участников проекта если вы сюда добавляете людей то именно по ним вы сможете в дальнейшем осуществлять запуск процессов задач они будут могут быть ответственные в ваших задачах которые вы будете запускать из данного проекта вот то есть если вы уже этой вкладкой пользуетесь и у вас появляется новый человек его обязательно сюда нужно добавить далее у нас есть вкладочка настройки ну на мой взгляд логично расположены потому что дальше буду объяснять что такое рабочая группа граф график работы устанавливается у нас в настройках чтобы понимать в каком графике у нас работает наша проектная команда бывают случаи разные где-то график работы совершенно там без выходных и круглосуточно где-то в рабочие дни поэтому это очень важный момент способ планирования как мы планируем от начала проекта до начала проекта или от даты окончания проекта это уже в зависимости от того как какой подход вы используете к планированию вашего проекта папочка указывается где находится ваш проект единиц трудозатрат единиц длительности также автоматически отправлять проектные задачи на исполнение либо не отправлять то есть это когда у вас переизменяется статус задачи то руководителю не нужно дополнительно делать действия чтобы отправлять задачи на исполнение они запускаются автоматически вот не всегда это требуется иногда требуется дополнительный контроль руководителя чтобы он все таки делал это руками но в данном проекте у нас эта кнопочка не установлена автоматически рассчитывать план проекта тоже если вы хотите чтобы у вас в зависимости от длительности задач автоматически рассчитывался план проекта то эта галочка устанавливается если вы все сроки все устанавливаете вручную и вам не нужно чтобы умная программа все рассчитывала у вас есть свои нюансы свои соображения то здесь уже эту галочку ставить не надо надо понимать для чего она делается разрешить списывать затраты на проект в целом то есть если у вас на конкретные задачи затраты списываются его нет необходимости какие-то задачи на проект затраты на проект в целом списывать то галочка не нужна если все таки есть какая-то группа затрат которые у вас идет в целом на проект то здесь обязательно нужно эту галочку установить процент выполнения то есть вы уже продумываете какие процентовки вы будете использовать и можете их создать насколько будет удобно пороге процентное выполнение здесь указывать категории и рабочая группа рабочая группа хочу обратить внимание на рабочую группу и проектную команду часто путают эти вещи проектная команда это участники проекта исполнителя которые будут у вас подбираться в задачах исполнителями будут участвовать в процессах и вы в этом случае вас пользователя попадают из списка проектной команды можно бывает случай когда проектная команда и рабочая группа совпадает у вас но все-таки рабочая группа немного другое понятие это те люди которые могут пользоваться материалами этого проекта просматривать их бывает что есть очень часто ну допустим моих проект всегда есть участники которые не являются членами проектной команды они не выполняют никакие задачи при этом они заинтересованы и все материалы просматривают поэтому это две разных категории проектная команда и рабочая группа добавлять можно так по одному сотруднику через кнопку добавить либо можно добавлять сразу пользователя через кнопку добрать тоже тут вариативность удобно использовать хоть так и так как вам удобно далее вот кстати насчет того что может рабочая группа и состав рабочей группы и права есть на корректировку данных в карточке проекта на любые корректировки имеет права только руководитель проекта все остальные только просматривают то есть если вам требуется какие-то другие настройки то нужно рассматривать уже час на ваш вопрос каким образом это лучше настроить чтобы доступ к редактированию был у других участников и вашего проекта вот так идем тогда далее что у нас еще есть в карточке проекта что мы используем гиперссылка трудозатраты есть возможность указывать трудозатраты вот в данном проекте они у нас не указаны не заведены то есть через кнопочку создать и мы пишем описание работ какие у нас будут проходить начало окончания вида работ и проекты либо задача и у нас будет автоматически сюда записываться трудозатраты то есть учет трудозатрат ведется с помощью вот этой вкладки процессы и задачи это та вкладка где мы просматриваем все наши имеющиеся задачи сверху задачи которые сейчас в работе у кого они в работе то есть кто исполнитель сроки исполнения просматриваем и видим процессы и задачи которые у нас в принципе были по данному проекту видим вот галочки выполнены не выполнены в каком они статусе то есть всю историю наших процессов и задач по проекту мы видим вот в этой вкладке и можем понимать то есть обычно обычно если мы не используем какой-то инструмент но именно документ оборот мы используем разные инструменты отслеживания задач вот кто-то использовал иностранные ранние средства сейчас у нас как раз такой переходный период когда многие иностранные средства у нас работают нестабильно но вот в частности на последнем проекте на котором я сейчас работала мы перешли с на наш российский продукт но на конкретно этом проекте документ оборот не используем вот российский проект тоже продукт развивается тоже имеет место быть вот здесь конечно удобно что мы видим все в одном месте процессы и задачи сразу все в одной вкладке документы то есть здесь мы очень удобно что все документы которые связаны с этим проектом внутренние которые мы внутри согласовываем какое-то движение проходит которые мы получаем извне входящие документы которые мы отправляем во вне исходящие документы они все здесь у нас хранятся то есть мы здесь видим карточки документов у нас также был вебинар по работе с документами на примере согласования внутреннего документа мы там рассматривали как шаблон из чего строится как происходит процесс согласования какой путь проходит договор документ внутри организации то есть вот именно эту сущность документ который у нас живет в программе документ оборот он у нас здесь рассматривается в разрезе конкретного проекта и мы можем в него провалиться и делать с ними все действия которые нам необходимы по процессам документа оборота не выходя из данной системы далее файлы то есть если нам необходимо подкрепить какие-то документы печатные сканы разные всякие документы бывает необходимо подкрепить мы можем их сюда добавить и использовать когда нам нужно мероприятие здесь мы можем закреплять мероприятие проведение проведенные в рамках данного проекта с указанием времени места проведения и какие у нас были участники форума это функционал для обсуждения какой-либо темы то есть если вам нужно обычно там обсудить какой-то дизайн чего-нибудь обсудить какое-то предстоящее событие проводить как проводить зачем его проводить и здесь некий такой чат для общения на какую-то конкретную тему по проведению на какую-то конкретную тему связанную с ведением проектов то есть здесь вы можете заменить какой-то чат в дополнительном канале связи там когда в мессенджерах общаетесь можно это вот переписку именно сюда поместить переписка и протокол работы в общем то вот основной функционал который используется в карточке нашего проекта сейчас мы вернемся в вкладку во вкладку основное и посмотрим тот функционал который у нас касается наших виде введения задач планирование как мы составляем мы заходим с вами по кнопке план и попадаем в план проекта строительство торгового здания что напоминает кому что напоминает визуально вот эта таблица тот напоминает что-то типа нашего проекта наверное которым наверное кто кто работал с проектами обязательно пользовался вот да совершенно верно то есть мы видим иерархическую структуру работ и здесь мы видим начало длительность окончания наши трудозатраты и связку между задачами с какой задачи у нас связана данная задача вот и теперь то что мы привыкли видеть то есть у нас режим просмотра сейчас в данном случае выведено планирование мы можем вывести в разных разрезах то есть то чем мы обычно тоже пользуемся пользуемся достаточно популярные средства это у нас диаграмма ганта информативная удобная со всеми связями со сроками даже я бы сказала поудобнее мне работать чем с некоторыми средствами нашими современными российскими вот то есть мы можем вывести режим просмотра как диаграмма ганта можно режим планирования отправка на выполнение контроль выполнения полный режим можем посмотреть и здесь уже способ просмотра данные все одни и те же возвращаемся в нашу карточку проекта контрольные точки что такое контрольные точки я уже говорил о том что это экспериментальный экспериментальный функционал в данном проекте он не заведен где мы указываем устанавливаем определенные контрольные точки по выполнению проекта и их контролируем то есть у нас есть статистика по состоянию точек проекта под угрозой риск и срок и с помощью этих обозначений мы понимаем какие задачи у нас в каком состоянии сейчас находятся и можем оценивать как у нас проходит проект с какой статистикой сколько у нас под угрозой точек где у нас есть риски и какие задачи у нас проходят срок вот данный функционал является экспериментальным я думаю что в каком-нибудь из вебинаров мы прям сделаем упор на этом и подробнее расскажем так по времени мы практически прям прям подходим к завершению я сейчас посмотрю какие вопросы у нас были в чате попробую на них ответить так я еще не проговорила где у нас находится отчетность по проектам где мы можем посмотреть отчетность по проектам у нас находится в меню совместная работа отчеты то есть составе всех отчетов и у нас есть проектные задачи которые скоро должны закончиться и проектные задачи которые скоро должны начаться вот с помощью отчетов мы можем анализировать нашу деятельность также есть целый блок вот отчетов их тоже можно настраивать у тебя как вы будете ими пользоваться тут уже на этапе когда вы эту деятельность запускаете вы понимаете какие отчеты вам наиболее нужны сейчас вот вот весь этот блок используется для аналитики работы по проектам в чате я перехожу сравнение MS project с 1С документа оборот ну project он закрывает только часть задач вы это же не система документа оборота и связи между процессами документа оборота в организации там нет то есть project он какую-то свою маленькую обувь закрывает функционал ведения проекта в документа обороте он гораздо шире он позволяет вести комплексную такую работу и связи эти улавливать между документ потоками в разрезе проектов то есть это более такое широкое понятие кстати навели на мысль как мы загружаем project в документ оборот сейчас это тоже покажу в проектах мы просто кликаем правой кнопкой мыши и загрузить microsoft project отсюда выбираем файл который нам нужно и загружаем сейчас мы загрузить с вами не сможем потому что это демо версии и она нам не позволит это сделать на основе уже вот того что мы загрузили у нас появится новый проект то есть функция не сложная загружаете microsoft project оформляете все реквизиты вносите по проекту и дальше уже по нему работаете как я и говорила получается что у вас ну project захватывает только часть функций документ оборот это шире гораздо шире покрытие ваших задач так в чате еще вижу вопросик заявляет вижу вопрос что в чем экспериментальность опции контрольные точки если он присутствует в разных редакциях ДО на протяжении нескольких лет и давно обкатан я только анонсирую то что то о чем говорит 1С вы в общем то на открытых ресурсах ту же самую информацию можете найти от 1С коллеги по времени мы сегодня с вами прекрасно уложились я надеюсь что не перегрузил вас информации что то что сегодня было показано полезно за более подробные каким-то разъяснениям можно приложить к вашим процессам попробовать на вашей системе не на вашей системе на нашей системе но под ваш процесс попробовать провести какую-то демонстрацию посмотреть как это может выглядеть у вас забрать какие-то точечные вопросы мы будем рады вам помочь поэтому когда наши сотрудники с вами будут общаться пожалуйста обращайтесь говорите о возникших вопросах на сегодня я с вами прощаюсь хорошего вам дня хороших выходных до свидания 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 Продолжение следует...